Я рада всех приветствовать на сегодняшней нашей встрече. Меня зовут Ширинян Марина Витальевна и я являюсь методистом центра лингвистического образования издательства просвещения. По техническим причинам вы сегодня меня не увидите, однако вы увидите презентацию, будет виден хорошо экран и я надеюсь все хорошо слышите. Пожалуйста, напишите в чате, как видно и как слышно. Так, ждем. Видно, слышно. Замечательно. Итак, какой же план сегодняшней нашей работы? Сегодня я хотела бы вас познакомить с ассортиментом дополнительных пособий по английскому языку для пятого класса. Вы получите практические советы, как организовать повторение за курс пятого класса перед поступлением в шестой класс. И хотелось бы вас также познакомить с тем, как организовать дистанционное обучение с помощью ресурсов издательства просвещения. Вот такой план работы у нас на сегодня. И кроме того, я хотела бы сейчас с вами обсудить несколько организационных моментов. которые наверняка уже вас интересуют, поэтому я забегаю вперед. Сейчас на некоторые ваши вопросы уже и отвечу. Итак, материалы, о которых сегодня пойдет речь, вы получите по окончании всего вебинара. Для вас я подготовила даже больше ресурсов, которыми вы можете воспользоваться, и они будут предоставлены вам в очень удобном формате. Эти материалы вы сможете скачать во вкладке «Файлы», которая расположена в правом верхнем углу. Кроме того, в этой же вкладке вы сможете скачать и сертификат о прослушанном вебинаре. Поэтому, дорогие коллеги, дождитесь, пожалуйста, окончания мероприятия, и все материалы у вас будут на руках. Ну а во вкладке «Вопросы» у вас будут возможны задания, интересующие вас вопросы на сегодня. Вот такая программа на сегодня. Я надеюсь, на некоторые вопросы уже я ответила, которые вас волновали. Ну а сейчас я хотела попросить вас быть более активными и написать в чате, по каким УМК вы занимаетесь, по каким учебным пособиям, знакомы ли те пособия, которые будут сегодня продемонстрированы. Поэтому жду от вас обратную связь, которая будет нам очень полезна. Ну а сейчас мы переходим к теме нашей встречи. И давайте поговорим о том, что сейчас уже наступила летняя пора, да, уже как месяц. Мы проходим летние каникулы, и это время, за которое школьные знания успевают напрочь выветлиться. И затем осенью учителям приходится тратить немало времени, чтобы их вернуть на место. И как не допустить, чтобы ваш ребенок за эти три месяца не забыл английский язык, мы сегодня и поговорим. Итак, что же нужно сделать? В первую очередь заниматься, заниматься по расписанию и заниматься регулярно. Мы понимаем, что лето это время для отдыха, от жесткого режима в учебном году. Но все-таки лучше придерживаться какого-то определенного графика, да, то есть режим никто не отменяет. Занимайтесь по 15 минут в день, но ежедневно, конечно же, будет ежедневное обучение лучше, чем заниматься один раз в неделю. И это на самом деле работает, как для начальной, так и для средней, старшей школы. И время для занятий вы выбираете, конечно же, индивидуально. Кроме того, следующий совет – это совместное чтение с ребенком. Это один из самых эффективных способов не забыть английский за лето. Мы рекомендуем родителям попытаться хотя бы 10 минут в день уделять детьми чтению. При этом чтение должно быть активным. Что это значит? Нужно обсуждать с ребенком материал, который вы только что прошли, просить пересказать его, задать вопросы по тексту. Мы все знаем, что чтение расширяет словарный запас, улучшает грамматику и у ребенка повышается концентрация внимания. Есть также исследования, которые говорят о том, что если мы читаем 20 минут и затем закрываем книжку, то еще 20 минут сознание работает в том же направлении, добрабатывая сюжеты, анализируя прочитанное. И с английским это очень хорошо тоже работает. Ну и следующее правило – приучайте ребенка слушать аудиокниги на английском языке ежедневно. То есть главная наша задача – погрудить ребенка в языковую среду. Вот такие правила, достаточно несложные. И наверняка многие из вас придерживаются их. А мы, в свою очередь, наше издательство готовы вам помочь в этом направлении и предложить следующие пособия для повторения изученного материала за весь учебный год. И первое пособие, с которым хотелось бы вас познакомить – это пособие по грамматике. Называется «Английская грамматика. Легко». Это универсальное пособие по грамматике английского языка, которое направлено на развитие и совершенствование грамматических навыков. Данное пособие разделено на классы – на пятый, шестой и седьмой классы. Каждый класс включает блок грамматических тем, которые содержат теоретический материал и упражнения на его отработку. Грамматический материал для пятых и седьмых классов построен по концентрическому типу. А что это значит? Это значит, что на последующих уровнях обучения, помимо знакомства с новым материалом, продолжается работа с уже пройденными темами, но в расширенной и усложненной формах. Простые и понятные грамматические правила в этом пособии даются не только в форме коротких формулировок, но и в виде таблиц, схем. А для облегчения запоминания здесь предлагаются рифмованные тексты, забавные истории, рифмованные тексты и познавательные материалы. Разнообразные упражнения здесь даются разного уровня сложности. То есть это могут быть упражнения на множественный выбор, на сопоставление, открытый выбор, расстановка членов предложений в правильном порядке и другие упражнения. То есть вот эти задания обеспечивают усвоение и закрепление правил грамматики. Ну а доступное объяснение грамматических правил позволяет использовать пособия как в классе, так и дома вместе с родителями. Обратяю ваше внимание, что справочный материал и дополнительные задания находятся на сайте издательства просвещения. Сайт наш www.pros.ru. Можете пока проходить и отсматривать эти материалы. Но, как я уже обещала, в заключительной части своего выступления я вам покажу, продемонстрирую все наши электронные ресурсы. Следующее пособие, с которым хотелось бы вас познакомить, это тетрадь-экзаменатор, который является составной частью учебно-методического комплекса по английскому языку для пятого класса линии сферы. Пособие это включает шесть циклов, которые соотносятся с соответствующими разделами учебника, каждый из которых имеет следующую структуру. Вот мы видим с вами, в оглавлении предлагаются авторами preliminary test. Это проверочная работа. Она предлагается здесь в одном варианте. И включает задания и упражнения, содержание которых оценит уровень усвоения лексико-грамматического материала каждого цикла учебника. И готовность учащихся к контрольной работе. Следующее – это assessment test. Это уже контрольная работа. Предлагается она здесь в двух вариантах. Контрольные работы позволяют объективно оценить знания и прогресс ваших ребят. Выяснить, что удалось усвоить хорошо в каждом цикле учебника. А на чем следует поработать и еще раз изучить. Два варианта каждой контрольной работы цикла имеют одинаковую структуру, но различаются по формату заданий и аудиозаписью. Таким образом, что мы видим? Что вот эти задания могут быть использованы в разных группах в пределах одного класса на усмотрение учителя. Или индивидуально. Каждая контрольная работа содержит задания для проверки страновидческих знаний учащихся. Вот мы с вами видим на экране рубрику Culture Quiz. Здесь предложены задания повышенного уровня сложности, которые рекомендуются к оцениванию на усмотрение беджа учителя. Ключи для самопроверки размещены в самом сборнике, а аудиокурс вы можете бесплатно скачать с нашего сайта. Это вот что касается тетради экзаменатор к линии сферы. Переходим к следующему пособию. Называется грамматический тренажер. И это пособие является дополнительным компонентом к ОМК английской фокусе. Данный сборник упражнений предназначен для отработки лексических и грамматических навыков. Обратите, пожалуйста, сейчас внимание, что пособие состоит из 10 модулей. И содержит подробное и детальное объяснение. Настоящее и продолженное время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. И прошедшее простое время. А также ребята уже знакомятся с правильными и неправильными глаголами. Вот такие темы охватывает грамматический тренажер для пятого класса. И вы уже понимаете, что эти темы именно охватывает учебник для пятого класса английский фокусе. Обратите сейчас внимание на то, что объяснения даны здесь в простой и доступной формах. Способ подачи грамматических явлений основывается на опыте многолетних наблюдений за процессом обучения при работе с учениками. Затем, как лучше усваивается грамматика, какие объяснения и в какой форме дают лучший результат. Задания здесь построены по принципу от простого к сложному. И на каждом этапе изучения грамматического материала даны упражнения для закрепления и усвоения всех деталей. Задания здесь разделены по трём видам речевой деятельности. Письмо, чтение и устной речи. Для развития устной речи интерес представляют задания, в ходе которых нужно, например, провести опрос в группе. Или рассказать о полученной информации. Вот мы эти задания наблюдаем в упражнении 7 и 1. Например, in pairs, ask and answer the questions about the time. И вот мы видим, что это пособие прекрасно можно использовать как для занятий в классе, при объяснении нового грамматического материала и его отработке. Для самостоятельной работы учащихся. В качестве пособия по грамматике для любого базового учебника уровня А1. Для школ, где английский язык изучается как второй иностранный. Для занятий на курсах английского языка и для индивидуальных занятий с репетитором. Кроме того, список наиболее употребляемых неправильных глаголов, правилы чтения гласных, согласных, а также ключевых заданий размещены в нашем электронном каталоге издательства просвещения. Вот так мы с вами познакомились с сборником грамматических тренажеров УМК «Английский фокус». И переходим к знакомству, а наверняка и работает по данному сборнику грамматических упражнений, которые являются дополнительным компонентом УМК серии «Звездные английские». Данный сборник содержит разнообразные задания и упражнения каждому модулю учебника, а всего в учебнике 6 модулей, которые направлены на повторение изученного электрико-грамматического материала и развитие навыков письменной речи. Ключи для самопроверки находятся в самом тоже сборнике, что будет вам удобно при работе с этим сборником дома. Следующее пособие, что заслуживает внимания, это тренировочное упражнение в формате УГ. Является тоже дополнительным компонентом к УМК «Английский фокус». В этом сборнике, ну сейчас я продемонстрировала вам сборник для 5 класса, на самом деле он выпускается с 5 по 9 класса. Но сегодня мы, поскольку мы работаем с темами для 5 класса, для того, чтобы перейти в 6 класс и ничего не забыть, да не упустить материалы 5. В сборнике предлагается система заданий на развитие умений чтения, письма, лексика, грамматического навыков и как основы речевых умений. Кроме того, этот сборник не только решает задачу тренировки установленных форматов, экзаменационных заданий, но и служит развитию универсальных учебных действий согласно требованиям в ГОС основного общего образования. Материалы пособия можете использовать, опять же, как на уроке, так и дома самостоятельно. Далее, следующее пособие перед нами – это тренировочные упражнения в формате ОГЭ. И этот сборник уже является обязательным компонентом КУМК «Звездный английский». Он включает контрольные работы, которые выполняются учащимися по завершении работы над каждым модулем учебника в качестве итогового контроля. Структура сборника представлена в строгом соответствии со структурой учебника. Упражнения здесь разделены на шесть модулей и содержат активные лексические единицы для закрепления изученного материала. Тематика текстов и заданий отражает основные темы модулей в учебнике. И, учитывая, что пятый класс является первым этапом обучения в основном школе, задания для учащихся по ряду причин не могут полностью дублировать экзаменационные задания государственной итоговой аттестации. Исходя из этого, в сборник включены упражнения и задания для развития соответствующих компетенций с учетом данного уровня обучения. Кроме того, упражнения сборника рекомендуется использовать параллельно с изучением соответствующих разделов модулей на уроках английского языка и в качестве домашнего задания для самостоятельного закрепления учащимся изученного на уроке лексико-грамматического материала. Ну и в качестве обобщения лексико-грамматического материала, который изучается в пятом классе, рекомендуется использовать задания из раздела «Повторение». Вот мы видим этот раздел с названием «Revision», который размещен в конце пособия. Ключи к заданиям размещены в самом сборнике и также в нем уже размещены аудиотексты, ну а аудиокурс к нему размещен, вы уже понимаете, на сайте издательства. Переходим к следующему пособию, называется это пособие «Chest booklet» или «Сборник контрольных заданий» к УМК «Английский фокус» для пятого класса. Данный сборник содержит вводный тест на повторение изученного материала в начальной школе, тестовые задания к каждому модулю учебника, финальную контрольную работу, аудиотексты к заданиям для аудирования и ключи ко всем контрольным заданиям сборника. Следующее пособие перед нами тоже называется «Test booklet» «Сборник контрольных заданий», но он уже является обязательным компонентом КУМК «Звездные английские» для пятого класса. Данный сборник включает контрольные работы, которые выполняются ребятами по завершении работы над каждым модулем учебника в качестве итогового контроля. Этот сборник также содержит ключи для самопроверки и аудиотексты. Ну, аудиокурс, мы уже знаем, размещен в электронном каталоге издательства просвещения. Так, у нас вновь пропадает звук. Сейчас давайте проверим еще раз. Напишите, пожалуйста, в чате, слышно, видно. Так, все у нас установила связь, тогда продолжаем. И продолжаем мы с следующего пособия. Это контрольные и проверочные работы КУМК Ольги Васильевны Афанасьевой. Данные контрольные задания составлены в соответствии с тематикой и структурой и учебным материалом учебно-методического комплекта по английскому иску для учащихся пятого класса. Контрольные задания проверяют уровень сформированности лексических, драматических навыков учащихся, а также умение в чтении, письме и восприятии иноязычной речи на слух. Здесь контрольные задания включают два вида тестовых заданий. Вот обратите внимание на оглавление. Первое – это поурочные контрольные проверочные работы под названием «Тест». То есть это пять тестов в каждом модуле в двух вариантах. И второе – это обобщающие контрольные работы под названием «Прогресс Тест», которые предлагаются по итогам каждого раздела учебника. Для проверки полученных за ввод знаний предлагается проверочная контрольная работа под названием «Анньюл Грамм Ревью» или «Прогресс Тест 5», а также итоговая контрольная работа «Ревью Тест» четырех вариантов. Аудиозадания сами записаны в двух видах, что дает учителю возможность выбрать подходящий ему вариант работы. То есть первый вид записи дается повариантно. Рекомендуется использовать в том случае, когда контрольная работа выполняется в двух вариантах. И это позволит одновременно подключить к работе всех учеников. Второй вид записи – блоками. Его рекомендуется использовать для мини-групп, которые делают только один вариант, а также дополнительный для проверки поочередно прослушанных вариантов. Вот это пособие, еще раз напоминаю, называется «Контрольные проверочные работы КУМК Ольги Васильевны Афанасьевой». И сейчас мы переходим к следующему пособию под названием «Сборники контрольных заданий» или «Assessment Tasks» КУМК «Английский язык», а руководителем авторского коллектива является Владимир Петрович Кузовли. Данные сборники содержат контрольно-измерительные материалы в тестовых форматах для оценки уровня сформированности языковых навыков и умений школьников по окончании каждой четверти, а также итоговые контрольные задания под названием «Final Test» в конце учебного года. Данные пособия также помогут комить ребят с различными типами тестовых заданий в формате обязательного государственного экзамена. Поэтому вот такое полноценное пособие вам поможет и уже наперед готовиться к УГЭ и повторить весь изученный материал за курс пятого класса. Движемся дальше. И далее перед нами пособие под названием «Сборник устных тем для подготовки государственной итоговой аттестации с пятого по девятый классы». Данный сборник охватывает все темы, которые включены в спецификацию по английскому языку. И вот на данном слайде прописаны все темы, которые охватывает именно данный сборник. Он содержит подробные планы ответов, списки вопросов, а также списки полезных слов и выражений к темам, не предполагающим заучивание фактической информации. Вот так мы с вами проговорили про те учебные пособия, в общих которых вы можете повторить весь ликотикограмматический материал, изученный в пятом классе. Но и, конечно же, как мы уже в начале отметили, что необходимо ежедневно уделять чтению. И вот сейчас давайте с вами поговорим о книгах для чтения, которыми вы могли бы воспользоваться в дни летних каникул. Наверняка многие из ваших ребят уже выбрали те книжки, которые они планируют прочитать. Конечно, читайте. Читайте с удовольствием. Пусть это приносит вам большое удовольствие и наслаждение. Но мы, в свою очередь, тоже хотели бы некоторые книжки для чтения вам посоветовать на будущее. Для начинающих отлично подойдут книги с адаптированным текстом. Также этот вариант будет удобен и деткам. Почему? Потому что в этих заданиях текст упрощенный. В них нет сложных и редких слов. Но зато в них используются простые фразы, выражения. В книгах есть словарь, упражнения для закрепления материала. И, что самое, тоже одним из важных компонентов является аудиозапись. Итак, вот мы с вами начнем с книги для чтения, рассмотрения книг для чтения, которые являются частью УМК «Английский язык». Руководителем авторского коллектива является Владимир Петрович Кузовли. На данном слайде мы видим, какие темы охватывают книги для чтения для 5 класса и как тематика пересекается с темами модулей из учебника. В книги для чтения наряду с произведением классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных современных авторов. В нее вошли разнообразные типы аутентичных текстов. Это и короткие рассказы, и отрывки из повестей, краткие статьи журналов, комиксы, стихи и так далее. Кроме того, в книгах для чтения используются упражнения, которые направлены на развитие определенных умений читать, обеспечивающих понимание основного содержания с извлечением конкретной информации и с целью полного понимания содержания. То есть здесь упражнения направлены на развитие умения читать с различной глубиной и точностью проникновения в содержание. После задания по чтению в скобках указано, над каким видом чтения ведется работа при чтении данного текста. Вот мы видим с вами, да, вот в этих первых упражнениях эти задания и предлагаются. То есть, а также указывается умение, которое развивается в данном упражнении. И на уроках английского языка ведется обучение всем видам чтения. Да, это и ознакомительное чтение, и изучающее, и поисковое. Кроме того, немаловажную роль играет здесь и лингвострановедческий справочник, который поможет понять культурологический аспект аутентичных текстов. Предлагаются здесь задания на умение пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарем. Кроме того, в книгах для чтения предлагаются памятки, которые способствуют более быстрому и эффективному обладению определенными умениями в чтении. Вначале ребята знакомятся с этими памятками, в которых даются советы, как быстрее обладать каждым из видов чтения. Что может включать эти памятки? Как быстро найти нужную информацию? Как научиться понимать все, о чем ты читаешь, не вдаваясь в детали? Да, вот, пожалуйста, прежде чем прийти к выполнению какие-то задания, обратите внимание на эти памятки, а потом уже переходите к их выполнению. Вот, напомню, мы с вами сейчас поговорили о структуре и об особенности книги для чтения КУМК «Английский язык» Владимира Петровича Кузовлева. Мы движемся дальше, и далее перед нами книга для чтения под названием «Джек и бобовое сдернышко. КУМК «Английский фокусик» для пятого класса». Данная книга адаптирована в соответствии с уровнем языковой подготовки учащихся и разбита на эпизоды в соответствии с количеством модулей в курсе. Объем одного эпизода поселен для работы в течение занятия с учетом выполнения полного комплекса заданий в тексте. Иллюстрации здесь предлагаются использовать для развития умения прогнозирования и эффективной организации речевой деятельности на основе прочитанного. Кроме того, в книге для чтения предлагается аудиосопровождение, которое включает чтение с выразительным музыкальным оформлением. И напомню, что все аудиокурсы вы можете бесплатно скачать с нашего сайта. Сайт я вам все продемонстрирую чуть позже. Давайте рассмотрим структуру книги для чтения. Вначале авторы повествуют нам о чем? Об истории создания произведений. Это очень важно знать. Авторы нам описывают краткий сюжет, характеризуют героев. И затем уже располагаются главы. Ой, главы, простите. В каждой главе авторы составили упражнения, которые предлагают ученикам. Закрепить полученные знания. Ответить на предложенные вопросы. Сказать, что верно, а что неверно. Исправить эти неверные утверждения. Отметить события, которые, возможно, произойдут. А затем прослушать правильный вариант ответа. Обсудить текст. Выразить свое личное мнение. Благодаря работе с такими материалами у детей развивается языковая компетенция. Расширяется лингвистический кругозор. Учащиеся совершенствуют навыки чтения. Понимают содержание текста. Воспринимают информацию на слух. Да, есть возможность обсудить материал, сделать проекты, подготовить театральные постановки. И нужно еще сказать, что содержание сказки было положено в основу пьесы в стихах, которые рекомендуют постановки в конце учебного года. Полный сценарий и рекомендации по постановке размещены в книге для учителя. Музыкальное оформление, песенный материал. Пьесы вы можете найти в аудиоприложении. Еще раз напоминаю, аудиокурс. Книгу для учителя вы можете найти на нашем сайте совершенно бесплатно. Скачать и работать. И вот на данном слайде мы видим эту пьесу. Мы видим еще красочный словарик, который будет тоже в помощь ребенку, если он работает дома, например, читает эту книжку дома самостоятельно. Следующая книга для чтения, которую я бы хотелось бы познакомить, это книга для чтения КУМК Ольги Васильевны Афанасьевой. Данная книга для чтения содержит короткие рассказы, отрывки из произведений популярной детской литературы, письма, комиксы, стихи и так далее. В ней не только подобраны тексты, отвечающие возрастным особенностям учащихся, но и даются разнообразные упражнения для улучшения навыков чтения. Вот так мы, коллеги, с вами обсудили, проговорили все особенности. И вы понимаете уже структуру каждого предлагаемого пособия, которую вы можете воспользоваться в дни летних каникул, поработать с ребятами, чтобы они не забыли весь пройденный материал за пятый класс. Ну а сейчас мы с вами переходим к электронным ресурсам, которые мы готовы обеспечить для проведения занятий как в бочной форме, так и в дистанционной. Перед вами сайт цифра.скул. Напишите, пожалуйста, в чате, кто обращался к данной платформе, работали ли вы, насколько полезны предлагаемые здесь материалы. Но я пока расскажу вкратце, кто еще не знаком с этим сайтом. Итак, моя школа онлайн. Это образовательный проект Министерства просвещения. На платформе здесь размещаются короткие учебные материалы для самостоятельной работы в домашних условиях, условиях с использованием учебников из федерального перечня, который имеется у учеников и учителей. Все материалы разработаны ведущими авторами и методистами. Платформа даст возможность всем детям пройти общеобразовательную программу средней школы в дистанционном режиме. Кроме того, мы все сталкиваемся с ситуациями, когда дети учатся по ряду объективных причин, в том числе и по болезни. И чтобы не пропустить уроки, продолжить обучение и прийти подготовленными в класс, вы можете воспользоваться данным ресурсом. Я вот смотрю, некоторые коллеги работали во время дистанционного обучения, но кто-то еще не использовал. Пожалуйста, вы можете, это в свободном доступе предлагается, здесь конспекты, посмотрите. Даже это не то, что план урока, это некая, опять же, памятка. Если ребенок дома самостоятельно занимается, здесь все рекомендации прямо даются ссылками дополнительными, и также вы можете этими ресурсами воспользоваться при подготовке к своим урокам, очным урокам. Это вот что касается платформы «Моя школа онлайн», а мы переходим к следующему. Мы перешли с вами к сайту издательства «Просвещение», сайт www.pros.ru. Обращаю ваше внимание на рубрику «Каталог», которая находится вверху экрана, и вы проходите в этот каталог электронный, в поисковую строчку вписываете имя автора, либо название пособия, и находится тот материал, который вам требуется. Либо по левую сторону экрана, обратите внимание, перечислены все иностранные языки, которыми занимается наш центр. И на сегодня нас интересует английский язык, поэтому мы наводим курсор на английский язык и переходим на страницу с учебниками, с федеральной перечни учебников. Вот так она выглядит. Вы можете сейчас пройти прямо в режиме реального времени, перейти на сайт и аналогичные манипуляции и проводить, чтобы вам было нагляднее. Далее мы видим на этой же странице учебные пособия. Выбираете тот учебник или то пособие, которое вам требуется. Далее мы, например, выбираем с вами УМК сферы. На этой странице есть возможность познакомиться более детально с данными учебниками, с их особенностями, структурой. Выбрать класс, который вам требуется, и скачать к нему книгу для учителя, рабочую программу и аудиокурс. Это вот что касается электронных ресурсов для каждого учебника. И обратите еще внимание, что вы можете, войдя на определенную страницу УМК, вы можете также прослушать вебинары, которые у нас есть в записи, либо зарегистрироваться на предстоящие вебинары. И говоря о вебинарах, мы все понимаем, что в силу занятости не у всех есть возможность прослушать вебинары в режиме реального времени и сразу же задать вопросы. Но вы знаете, что ежемесячно мы проводим большое количество мероприятий, то есть вебинаров по всем иностранным языкам на различные проблемы, связанные с иностранными языками. И для того, чтобы у вас была всех возможность прослушать все материалы, в Центре магистрического образования был разработан такой уникальный образовательный ресурс на YouTube-канале. И группа здесь называется «Просвещение иностранной языки», на котором размещаются записи вебинаров, видеолекции и образовательных роликов по проблематике изучения иностранных языков. И на данный момент видеозаписи распределены на несколько плейлистов, каждому из которых и учителя, и ученики, а также родители смогут найти полезную для себя информацию. Вот перед нами сейчас плейлист, который размещен на YouTube-канале. Называется этот плейлист «Детям и родителям. Английский язык». Данный ресурс содержит видеоматериалы, которые вы можете использовать дома, как дополнение к школьной программе, в случае, если какой-либо материал был не до конца понятен ребенку во время занятий в классе. Каждая запись, вот обратите, пожалуйста, внимание, что каждая запись здесь разделена на две части. То есть на теоретическую, когда мы повторяем программу, и практическую, с примерами и использованием приведенных правил на основе упражнений в учебнике. То есть, пожалуйста, вы можете, опять же, дома самостоятельно просмотреть этот материал, определенный грамматический материал, который вы собираетесь либо повторить, либо вести, либо в классе при подготовке к урокам. Вот уже готов вам настоящий такой конспект, который вы можете полноценно использовать на уроке. И еще один ресурс, размещенный на YouTube-канале. Мы понимаем, что успех школьного образовательного процесса традиционно рассматривается как производное педагогического мастерства и педагогических наработок конкретных педагогов. Поэтому Центр лингвистического образования дает вам возможность поделиться своим опытом и разместить записи онлайн-уроков в данном плейлисте. Коллеги, я вновь обращаюсь к вам. Напишите, пожалуйста, в чате. Был бы у вас интерес, есть ли желание поделиться своим опытом работы, прислать нам свои вот эти онлайн-уроки записанные, и мы бы с удовольствием разместили эти уроки на YouTube-канале. Что для этого требуется? Для этого вам нужно будет выслать заполненную анкету на адрес, указанный на слайде, либо, если вы пройдете на YouTube-канал, вот на рубрику «Уроки учителя иностранного языка по МК издательства просвещения», то там этот адрес будет размещен. Здесь же будет размещена еще и анкета, которую вы скачиваете. Затем все эти материалы вы присылаете нам, и наши сотрудники связываются с вами для разъяснения дальнейших действий. Вот такие ресурсы, полезные на наш взгляд, размещены на YouTube-канале. Пожалуйста, пользуйтесь ими с удовольствием. Кроме того, уважаемые коллеги, обращаюсь к вам и приглашаю, вернее вас, к публикациям в нашем методическом онлайн-журнале под названием «Просвещение иностранной языки». Наверняка многие из вас уже пользовались данным журналом. Здесь есть возможность в дни летних каникул подготовить статью на интересующую вас тематику и прислать нам. А мы, в свою очередь, готовы будем вам в обмен вручить вот такой сертификат. Публикация у нас совершенно бесплатная. С требованием к публикации вы можете ознакомиться на страницах журнала. Кроме того, я вот вернусь к этому слайду. Почему? Потому что вот в чате многие из вас задаются вопросы по поводу презентации. Дорогие коллеги, я с удовольствием уже поделилась с этими материалами, где вы можете сейчас эти материалы найти. Если вы пройдете сейчас или по окончании вебинара на сайт, вы можете в поисковике написать «Просвещение иностранных языков электрометодических журналов» либо «Иязыки.про.ру» и найдете здесь статью «Как стать успешным учеником в шестом классе». И вот то, о чем я сегодня вам рассказала даже больше со всеми гиперссылками, со всеми иллюстрациями все эти материалы вот размещены в данном журнале. Пожалуйста, вы можете уже проходить и пользоваться ими. Кроме того, я сразу же вас приглашаю на очередной вебинар, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Мы уже поговорим с вами о том, как подготовить ребят к 7 классу. И будет у нас в скором времени статья, и она уже, вернее, вышла, «Как стать успешным учеником в 7 классе». Вы можете уже ознакомиться и прийти завтра в подготовленном на вебинар. Далее. Наше издательство идет много со временем. Мы есть в различных социальных сетях, в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте. Группа называется «Просвещение иностранные языки». Пожалуйста, у вас есть возможность вступить в группу и задать вопросы, интересующие, любые интересующие вас вопросы, связанные с иностранным языком, и наши авторы и методисты ответят вам оперативно на все ваши запросы. Далее. В нашем издательстве работает интернет-магазин, сайт магазина shop.prost.ru. Пожалуйста, при необходимости обращайтесь в магазин и приобретайте необходимую для себя литературу. Дорогие коллеги, как я и обещала, я еще хотела бы вам продемонстрировать те ресурсы, которые для вас еще и подготовила. Помимо статьи полноценной, которая освещает весь тот материал, который сегодня был рассказан на протяжении всего вебинара, вам будет предоставлена вот такая листовочка, где очень подробно описываются те учебные пособия, которые вам необходимы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах. Они здесь очень подробно разбиты на уровне различные, по уровню, по навыкам, и вы можете познакомиться и с обложкой, и с особенностями каждого пособия. И вам еще будет предоставлена вот такая листовочка с полезными ссылками, о которых я вам сегодня тоже рассказывала. Пожалуйста, пользуйтесь этим материалом с удовольствием. если есть сейчас у нас какие-либо вопросы, я сейчас готова ответить. итак, сейчас я минуточку посмотрим, какие вопросы есть. Итак, вопрос касаемый сертификата. Сейчас будет сертификат вывешен, как я уже вначале вам рассказывала в разделе файлы, и у вас есть возможность скачать его. Так, далее, по поводу вопросов с презентацией, я уже ответила на данный вопрос, я думаю, вы уже воспользовались и прошли на сайт журнала и работаете с этой статьей. Далее, следующий вопрос связанный с пособием для подготовки к ВПР. Данное пособие выпускается, вы можете его найти в нашем интернет-магазине аудиокурс в электронном каталоге. Так, ну, что ж, я вижу больше все вебинары, которые у нас прошли в записи по иностранным языкам, вы можете прослушать на YouTube-канале, и что касается других дисциплин, проходите на сайт издательства www.pros.ru и в рубрику вебинары, и там будет возможность как прослужить предыдущий, так и зарегистрироваться на предстоящие вебинары. Анастасия спрашивает по поводу полезных ресурсов, пожалуйста, вы можете скачать эту листовку сейчас, и она будет у вас в более таком крупном размере. Так, у нас больше нет вопросов, я вижу, уважаемые коллеги, еще раз повторю, приглашаю вас к завтрашнему вебинару, который состоится в 9.30 по московскому времени, называется наш вебинар «Практикуем английский летом шестиклассниками. Подборка полезных советов учебных пособий для учителей и репетиторов». Проходите на сайт издательства, регистрируйтесь, и завтра мы с вами встретимся. На этом я завершаю свое выступление, благодарю всех за участие, за внимание, за интерес, желаю вам хорошего летнего отдыха, и до встречи в новом учебном году.